Люди стали выбрасывать книги Субтитры создавал DimaTorzok Что есть экзоскелет? Доспех Бога, дарующий необычайную силу и выносливость. Я решил подойти к этому вопросу иначе. Что если экзоскелет это не дар, а проклятие? Плата за возможность ходить в зону. Единственный шанс сохранить жизнь. Я вернулся в лагерь на рассвете, чуть живой. Ног я почти не чувствовал и с трудом мог передвигать ими. Руки опухли и покраснели, вены сильно вздулись, распухший палец никак не желал ложиться на спусковой крючок. К счастью, или, может, к сожалению, мне на пути не встретилась ни одна тварь. Зона не давала мне шанса покончить с муками, умереть раньше времени. Она лелеяла меня, свое изуродованное дитя, довела меня до лагеря и там покинула, оставив наедине с отравой медленно расползающиеся по моему измученному телу. Я остановился возле прогнивших деревянных ворот, привалился к ним и замер, тяжело дыша. Что-то случилось с моими легкими. Говорить и дышать становилось все труднее. Всякий раз, когда я вдыхал воздух, откуда-то изнутри исторгался хрип. Я стянул с головы шапку и швырнул ее на землю, коснулся рукой лба, затем встряхнул головой. Я провел языком по пересохшим губам и озаренный внезапной мыслью коснулся зубов. Слава Богу, они еще целы. Достав из кармана блестящую зажигалку, я принялся разглядывать свое отражение. На меня смотрел почти полностью лысый, измученный человек с морщинистым лицом. Уронив зажигалку, я уселся прямо на землю и заплакал от бессилия что-либо изменить. «Сиди на месте», — послышался знакомый голос, и, подняв голову, я увидел над собой Саню Сокола. «Отвечай, кто такой и где...» Его голос оборвался, похоже, Сокол узнал меня. «Мишка, ты, что ли? Где же тебя так угораздило?» Саня в ужасе смотрел на мое изуродованное лицо. «Чего же ты сидишь? Пойдем скорее, тебе к врачу надо!» Саня помог подняться, подставил плечо. Сидящие у костра бродяги с ужасом и отвращением смотрели нам вслед. «Наверное, считают мутантом», — с горечью подумал я. Путь до почерневшего от времени и дождей дома показался вечностью. Мы еле ковыляли, плелись черепашьим шагом. Когда, наконец, оказались на крыльце, Саня одной рукой придержал меня, а другой постучался в дверь госпиталя. «Да-да», — донеслось изнутри. «Скальпель! Тут человек помирает! Открывай скорее!» Послышалась возня, щелкнула задвижка, и дверь отворилась. На пороге стоял Григорий Попов, в миру скальпель, местный фельдшер и бывший полевой хирург. На нем были видавшие виды халат, некогда белоснежно-белый, черные брюки и армейские берцы. Увидев меня, скальпель поспешно втащил нас обоих в госпиталь и закрыл дверь. «Господи боже! Где же вас так?» — в ужасе спросил он, усаживая меня на кушетку. «Снимайте одежду!» «Тяжелый день у меня был. В паутину попал, потом в ржавое гнездо и гнойник», — с трудом ответил я, стягивая с себя толстовку, майку и штаны. Скальпель принялся обследовать меня, заставлял открывать рот, мерил давление, слушал сердце, светил фонариком в глаза. В общем, делал все, в чем я лично не видел никакого смысла. Но врач все-таки он. Когда дело дошло до градусника, скальпель ужаснулся. У меня была температура под сорок. «Мне очень жаль», — доктор старался говорить спокойно, но я видел, как он волнуется. «Но вы уже не жилец. Продержитесь еще двое-трое суток, а по истечении этого времени отрава зоны достигнет головного мозга, и мне очень, очень жаль. Простите». Непонятно, зачем извинился скальпель и, опустив голову, вернулся к своему столу. Взгляд его упал на какую-то брошюру, лежащую посреди разбросанных бумаг. У меня внутри что-то оборвалось. Я, конечно, понимал, что рано или поздно сдохну в зоне, но все же... Все, допрыгался. А чего ты хотел? Знал ведь, на что подписывался, когда в зону шел. Хорошо, хоть с Настей проститься успею. Кстати, о Насте. «Доктор, а это не заразно?» Спросил я хриплым голосом. «Нет, можете не бояться заразить кого-нибудь», ответил скальпель, задумчиво глядя на брошюру. «Постойте-ка. Кажется, у вас еще есть шанс. Он протянул мне ту самую брошюру, которую до этого так внимательно изучал. Я взял ее своими уродливыми руками. На обложке был изображен то ли робот, то ли человек в костюме робота. Нечто подобное я видел давным-давно в одном старом фантастическом фильме. Там был парень в черной броне и шлеме. Он еще хрипло дышал постоянно. Это последняя разработка. Экзоскелет, сказал доктор. У меня послышалось что-то знакомое в этом названии. Стоит огромных денег. Сама операция по вживлению человека в экзоскелет тоже стоит недешево. Но зато в нем вам не страшны никакие болезни и травмы. Правда, и о людских радостях придется забыть. Вы не сможете ни есть, ни пить, ни спать, ни... Сколько? Оборвал я прекрасно, понимая, к чему он клонит. Восемьдесят тысяч за экзоскелет и сорок за операцию, назвал цену доктор. Я задумался. Такая сумма у меня имелась. Сто пятьдесят тысяч лежали в сейфе в моем доме в Андреевке. Но я копил их на свадьбу и счастливую жизнь. Согласен. Говорить становилось все труднее. Я принесу вам деньги. Когда операция? Экзоскелет привезут из-за периметра через два-три часа после того, как я его запрошу. Вместе с ним приедет и хирург-специалист. Операция продлится от четырех до шести часов. Хорошо. Скоро вернусь. Я поднялся с кушетки и стал одеваться. Впереди меня ждал нелегкий разговор. Господи, Мишка! Увидев меня, Настя отшатнулась и негромко вскрикнула. Я шагнул вперед, бросил на пол доверху набитый добытым в зоне добром рюкзак. Последний хабар. Что с тобой случилось? В ужасе спросила Настя. Ее прекрасные кари и глаза были расширены. На лице проступила непередаваемая гамма эмоций. От страха до жалости. Сегодня зона отвернулась от меня. Прохрепел я и принялся стягивать сапоги с ног. Господи, да ты же сам на себя не похож! Воскликнула Настя и помогла мне стянуть столстовку. Мишка, что же с тобой произошло? Вляпался я. Капитально вляпался. Всю гниль зоны на себе испытал. Я прошел в комнату и уселся в кресло. Настя устроилась на стуле рядом. Настя, я... Я умру скоро. С трудом выдавил я и посмотрел на нее. Она, кажется, поняла все еще на пороге, увидев меня в этом страшном обличье. Губы ее задрожали. Она закрыла лицо руками и расплакалась. Я поднялся и неловко обнул ее. Вдохнул аромат ее волос. Осторожно коснулся кожи. Доктор сказал, что сможет спасти мою жизнь. Но для этого ему нужны деньги. Меня замуруют в экзоскелет. Я превращусь в машину. Не смогу наслаждаться простой человеческой жизнью. Она подняла на меня заплаканные глаза. И мы больше никогда не сможем? Нет, ответил я и добавил, пожалуй, самую банальную и затертую фразу. Но я буду любить тебя. Ведь любовь важнее плотских утех. Настя только молча кивнула и спросила. Где же мы будем жить? Здесь, в Андреевке или уедем отсюда? Этот вопрос застал меня врасплох. Чувствуя себя последней сволочью, я ответил. Мы продадим этот дом. И ты купишь себе квартиру где-нибудь в городе. Себе? Удивленно спросила она. Да. Мы не сможем жить вместе. Я опустил голову, чтобы не глядеть ей в глаза. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. Видела меня каждый день таким. Нам придется расстаться. Но как же? Она недоговорила, и я буквально почувствовал на себе ее взгляд. Убирайся. Убирайся. И забирай свои деньги. Я с самого начала поняла, что ты помешан на своей зоне. Закрывала на это глаза. Притворялась, что все хорошо. Кого я обманывала? Убирайся. Я поднялся и подошел к сейфу. Палец не попадал по маленьким кнопкам. Я скрипнул зубами от бессильной злобы. Наконец мне удалось ввести код. Дверца скрипнула и отворилась. Внутри лежали деньги. Пачки банкнот, заработанных моей кровью и потом. Я отсчитал 120 тысяч. Остальное оставил там. Прости, Настя, но мы не сможем так жить. Она ничего не сказала. Просто сидела на стуле и плакала. И слезы, стекая по ее красивому лицу, падали на пол. И я так не смогу. Тихо добавил я, закрывая за собой дверь. Я сидел на скамейке возле дома скальпеля и последний раз в жизни курил сигарету. В голове моей не было никаких мыслей, кроме желания поскорее покончить с этим. Распухшие пальцы с трудом удерживали крохотную сигаретку, а я делал затяжку за затяжкой, выдыхал дым, кашлял, вновь затягивался. На улицах лагеря было пустынно. Не то, что в Андреевке, за периметром. Немногочисленные обитатели лагеря наверняка пили водку в одной из деревянных хибар, резались в карты или готовились к очередной ходке. «Все готово, молодой человек». В дверях показался скальпель в чистом халате и маске. «Проходите». Я последний раз затянулся и швырнул окурок в траву. Скальпель постранился, давая мне пройти. Внутри я увидел операционный стол, столик с инструментами и его. Непоколебимый стальной костюм, стоящий в углу. Стальной шлем с хищными обводами дыхательной маски и черными невидящими линзами на месте глаз. Стальной панцирь с сервоприводами, дыхательным баллоном за спиной, стальные пластины на груди. Механические конечности и железные мускулы. Скоро я стану с ним одним целым. Из соседней комнаты вышел еще один человек в белом халате. Должно быть тот самый хирург-специалист. Нос, приступим. Я разделся и улегся на операционный стол. Зябко поежился. «Михаил, вы в очень плачевном состоянии. Только экзоскелет сможет поддерживать у вас жизнь». Я кивнул. «Отрава быстро распространяется по вашему телу. Ноги придется ампутировать. Вот здесь». Скальпель показал, где именно мне отрежут ноги. Я вновь кивнул. Мне было все равно. «Ваши легкие также поражены. Их придется заменить имплантатами. Также ваши руки. С них придется снять кожу, чтобы обнажить нервные окончания, с которыми будет связан экзоскелет. И, наконец, ваши глаза. Пока что вы этого не замечаете, но ваше зрение также повреждено. Глаза будут заменены на специальные сенсоры». Я снова кивнул. «Что мне еще оставалось?» Говорить я уже не мог. Чертов вирус окончательно вывел из строя мой речевой аппарат. «Начинаем». Скальпель взял со стола ампулу и отломил кончик. Наполнил шприц ее содержимым. Я почувствовал легкий укол в вену, и холод быстро стал распространяться по моей руке, а затем и по всему телу. «Снотворное действует», — подумал я. «В голове проносились мысли, воспоминания о моей жизни, о родителях, учебе и уходе в зону. О Насте». Я задумался о смысле своей никчемной жизни. Чего я добился? Чего мог бы добиться, не свяжи свою жизнь с зоной? Наверное, я буду вечно ходить по зоне, собирая добро, продавая его скупщикам и складывая деньги в нычку. Чтобы жить, мне не нужна будет еда и питье. Я смогу круглосуточно бодрствовать, что, конечно, большой бонус в зоне. Но ради чего все это? Не лучше ли прожить остаток отпущенных мне Богом дней с любимой? «Стойте! Остановитесь!» — хотел закричать я, но из моей глотки вырвался лишь сдавленный хрип. «Снотворное вот-вот должно подействовать», — раздался, словно откуда-то издалека голос скальпеля. «Вот-вот». Я хотел вскочить, закричать, чтобы они не делали этого со мной, вернуться к Насте в наш дом в Андреевке, но не мог. В последний раз дернувшись, я отключился. Первым, что я увидел, открыв глаза, была темнота. Тьма. Черная, непроницаемая тьма окружала меня. «Ослепили!» — подумал я. «Или, может, я уже умер?» Он очнулся. Послышался голос скальпеля. Что-то щелкнуло, и включились оптические сенсоры, заменяющие мне глаза. «Что со мной, доктор?» Мой голос звучит непривычно, глухо, словно из склепа. «Операция прошла успешно, Михаил», — говорит скальпель. «Теперь вы с экзоскелетом единое целое». Я рывком поднялся и сел на операционном столе. Осмотрел свое тело, а точнее экзоскелет, в который я был вживлен. Стальные руки сжались в кулаки, я встал на металлические проктезы, вдохнул воздух вживленными в грудь имплантатами, которые теперь заменяют мне легкие. Хотелось убить скальпеля и его молчаливого коллегу. Хотелось, но повода не было. Я сам на это подписался. Я сам в этом виноват. Вам придется раз в две недели приходить ко мне, чтобы пополнить запас питательных веществ, которые автоматически поступают в ваш желудок каждые три часа. Я кивнул в ответ и поднялся. Подобрался к кушетке, кажущейся легким и невесомым калашников. «Не забудьте, каждые две недели!» — донесся мне вслед голос скальпеля. Я не ответил. Молча сжимая в конечностях автомат, я вышел вон из дома скальпеля и теперь двигался вперед. «Куда? Прочь отсюда. Прочь из этого места. Прочь от этих людей. Туда, где уже ждала меня самая коварная особа из всех, кого я знал. Зона». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok